В Московском выставочном центре «Рабочая колхозница» открылась выставка «Аланника. Метод эксперимента», организованная Северокавказским филиалом Густарственного центра современного искусства в рамках 6-й Московской биеннале современного искусства. Выставка представляет итоги 9-летней работы во Владикавказе «Симпозиум Аланника», цель которого – диалог художников, критиков и зрителей о современном искусстве и трансформации их миросприятия. Современные панджанры искусства, в которые входят воркшобы, мастер-классы и перформансы, позволяют превратить выставку из озерцательного в интерактивное образовательное мероприятие. Художники разных стран, направлений и времен обмениваются здесь опытом и идеями, благодаря чему Аланника оказывается еще и школой современного искусства, создаваемого здесь и сейчас. В рабочем глохознице и московским посетителям представлено огромное собрание произведений, прежде никогда не покидавших пределы Северной Осетии. Среди участников выставки – осетинские художники, лагестанские мастера, чеченские экспериментаторы и многие другие деятели современного искусства из Грузии, Азербайджана, Турции, Ирана и других стран. Здесь представлены работы Международного симпозиума Аланника за 9 лет. К сожалению, мы опять же не смогли все работы привезти сюда, здесь есть определенная селекция, выборка, и нам показалось важным привезти именно вот эти работы, которые наиболее яркие, акцентные, которые представляют не только Осетия, но и вообще Северный Кавказ как таковой. Поэтому здесь есть работы, которые представляют и различные страсти, которые происходили, например, Беслан, совершеннейшие такие жуткие трагедии, или природу, или людей, или какие-то вещи, связанные просто с эмоцией художника, который впервые попал в горы, впервые попал в Осетию. Здесь три этажа, выставка большая, она на трех этажах, представлено 42 художника. Произведения сделаны в совершенно различных техниках и технологиях, от живописи, скульптуры, инсталляции, видео, концептуальное искусство, объект. Ну, практически все виды искусства здесь представлены. И эта выставка является на самом деле фактом демонстрации того, что на сегодняшний день существует прекрасная коллекция. Коллекция произведений современного искусства, которая является коллекцией Государственного центра современного искусства, его северного филиала. И вот часть из этой коллекции представлена в этом интереснейшем здании, в музейном центре рабочего колхозницы. Я лично сама, как художник, горжусь тем, что моя работа представлена здесь. И эта работа, это видеопроекция, это видео, которое было создано в Владикавказе два года назад, когда я была участником симпозиума. Куратором была Берал Мадра, очень известный турецкий куратор. И моя работа, я не планировала это сделать, но так получилось, что на меня произвело очень сильное впечатление и история, и недавние ее факты. Я сделала работу, связанную с трагедией в Беслане. Это было мое первое знакомство и с международным симпозиумом Аланика, и с Владикавказом, и с Осетией. И я была впечатлена не только трагическими событиями, которые там происходили не так давно, еще больше меня впечатлили потрясающие традиции этого региона, и люди, и высочайшая культурная, и какая-то человеческая атмосфера, которая там присутствует. И, может быть, поэтому завязались такие очень интересные партнерские отношения. У меня в работе две идеи. Во-первых, сегодня, в том темпе, в котором мы живем, мы теряем культуру чтения книг, культуру познания. Мы просто смотрим телевизор, то, что нам показывают. Во-вторых, моя работа называется «Замороженные каналы». То есть, что нам показывают, то мы и смотрим. Я много раз была в Грузии, Азербайджане и других странах. Мне очень понравилось в Осетии, было очень интересно. У меня много позитивных впечатлений от Аланики. Я думаю, что это очень полезный и важный симпозиум для региона. Все, что необходимо, было предоставлено участникам. Это тоже очень важно. Я думаю, что создатели провели отличную работу. Выставка мне понравилась очень сильно.